Один из самых ожидаемых праздников, как я уже сказала, не за горами. Приближается пора покупки подарков для родных и близких. А по данным статистики, 20% россиян готовы отложить на новогодние траты в среднем около 5-10 тысяч рублей. Мы решили узнать, насколько планируют раскошелиться жители Верхневолжья в канун наступления 2024 года. Меньше или больше денег они готовы выделить на подарки своим друзьям и родственникам. В этой теме разбиралась Елена Кандидатова. Новый год – самое волшебное время, когда вся семья собирается вместе за одним столом. Все весело проводят время и обмениваются подарками. Дарить сюрпризы близким и родным стало традицией, но со временем она немного потеряла свою актуальность. И дарить или не дарить подарки стало делом каждого. На сегодняшний день многие из россиян не хотят тратиться на новогоднее празднество, дарить подарки и даже получать их. Так почему такое волшебное и знаковое событие отходит на второй план? Согласно данным, около 5% россиян не готовы потратить ни копейки на Новый год. Почти 20% пока еще не обдумали этот момент и затрудняются ответить. При этом большинство жителей России все же собираются отложить деньги на праздники, но в основном не больше 10 тысяч. А еще многие заявили, что даже несмотря на то, что дарить подарки они не собираются, получить презент сами очень бы хотели. Некоторые россияне рассказали, что лучшим сюрпризом считают пусть недорогой подарок, но зато подготовленный с душой, а может быть даже своими руками. Из подарков, которые бы хотели получить на Новый год сами жители нашей страны, чаще всего упоминались деньги, полезности для дома, гаджеты и электронные устройства, подарочные сертификаты, парфюм или драгоценные украшения. А в Твери прошел опрос среди предприятий и организаций города по поводу корпоративных презентов для сотрудников и их детей. По данным опросам, дарить новогодние подарки сотрудникам планируют 15% компаний, их детям 46%, а 27% работодателей предусмотрели подарки и для персонала, и для подрастающего поколения. И самыми популярными сувенирами в этом году являются календари и канцелярские товары с корпоративной символикой, сладости, алкоголь, наборы чая и кофе. Подарок на Новый год является знаковой традицией, которая вот уже несколько веков объединяет людей. Стоимость презентов хоть и играет значение, однако даже небольшой и дешевый сувенир, например, с символом года, будет приятен человеку, ведь прежде всего вы дарите ему свое внимание. А сейчас к нашему опросу на деликатную тему. Так сколько же готовы потратить на новогодние праздники жителей Верхневолжья? Насколько щедры наши земляки? Десять тысяч. Где-то тысяча четыре. Тысяч пять, наверное. Где-то так. Ой, не знаю, честно говоря, я бедный студент. Ноль. Смотря, скольким человек я буду дарить подарок. Ну, где-то в среднем тысяча две на человека. Ага, вы? Да, я, наверное, тоже. Не знаю пока что. Все свои деньги. Забирайте все мои деньги. Нисколько. Но если для любимого человека, то очень много. Ну что ж, каждый выбирает сумму, на которую будет радовать близких, исходя из своего бюджета. Хотя кому-то не жалко и всех денег, чтобы одарить любимых. Мы поинтересовались, а что бы хотели получить в канун Нового года сами жители. Я хочу много денег, чтобы на меня кредит сняли, и все, больше ничего не хочу. Второго ребенка. Я хочу телефон. Я хочу сладкое. Ценю даже такие обычные подарки, мелкие. Я хочу получить подарок кольцо-кортье, гвоздик, 55 размер. О каких бы подарках не мечтали тверичане, можно лишь надеяться, что их желания сбудутся. И в самую волшебную ночь их мечты обязательно исполнятся. Как ни крути, новогодние застолья, веселье и обмен подарками — это традиция. Для кого-то с годами она потеряла свою актуальность, и люди обходятся без широкого торжества. А для кого-то все еще является одним из чудеснейших событий, которые они с трепетом ожидают, погружаясь в зимнюю сказку. Спасибо. Спасибо. Спасибо.